Память В декабря православными празднуется День памяти Александра Невского. Дата отмечается по новому стилю, а в соответствии со старым календарем мощи были перенесены Петром I в Санкт-Петербург 30 августа 1724 года. Они были символически заложены в основании города при рождении северной столицы. По церковному календарю День святого приходится на 6 декабря. Благоверного князя Александра Невского в народе почитают уже 8 столетий. Правление князя имело судьбоносное значение для Руси, состоявшей в XIII веке на пороге своего существования. Деятельность Александра Ярославича предопределила развитие отечественной истории на столетия вперед. В период монголо-татарского завоевания и посягательств католического Запада Русь сохранила свою государственность и исконную религию. Для современных россиян Александр Невский – одна из самых значимых фигур русского средневековья. Совершив немало прижизненных подвигов, святой князь стал духовным наставником и вдохновителем русского народа на века. Святой благоверный князь не проиграл ни одной битвы и проявил настоящие чудеса дипломатии в переговорах с ордынцами. Именно поэтому великий мыслитель и стратег своего времени является небесным покровителем современных силовых и дипломатических структур. Для современных дипломатов мастерство ведения переговоров к князем Александром Невским остается важнейшим образцом для подражания. Если бы князь не добился благоволения со стороны Батыя, а затем его преемника хана Берке, могло бы не стать самой Руси. Не менее ценным остается наследие князя и для российских военных. Благодаря четко выберенной стратегии и блестящей тактике ведения боя Александр Невский умел побеждать малым войском без неоправданных потерь. В свое время царь Петр I перенес мощи одного из самых любимых и почитаемых святых из Владимира в город на Неве. Символизм этого события трудно переоценить. Петр Алексеевич и весь народ надеялись на покровительство Александра Невского над новым городом. Царь сам продумал церемонию перенесения мощей и лично встречал их на водах Невы. Своими руками Петр I отнес святые останки в новый мужской монастырь, ставший позднее Александра Невской лаврой. Событие было настолько важным, что после внесения ларца ворота навсегда замуровали. С 1724 года этот день ежегодно отмечается в Петербурге, а также в многих других городах страны. Вся жизнь Александра Ярославича была отдана Руси. Детство князя длилось недолго, ведь уже в 9-летнем возрасте он отправился править Новгородом со своим братом Федором. Вскоре брат умер, а князь Ярослав Всеволодович отправился в 1233 году на княжение в Киев. В свои 15 лет Александр стал единоличным новгородским правителем. В те времена северные соседи Новгорода находились в постоянном междоусобном противостоянии. Зимой 1237 года папа Григорий IX объявил своим подданным о крестовом походе в Финляндию. Вместе с датским королем и магистром немецкого католического ордена он договорился о совместных военных действиях на прибалтийских землях. Пограничные русские земли казались северным соседям легкой добычей. Поэтому летом 1240 года шведский флот напал на новгородское княжество в устье реки Ижоры. Для Александра Ярославича битва со шведами стала первым боевым крещением. Он блестяще отбил атаку захватчиков, доказав Европе, что разоренная Батыем Русь находится под надежной защитой своего войска. В России и за ее пределами именем Александра Невского названо множество улиц и площадей. В честь святого сооружено множество храмов. Святой является незримым покровителем северной столицы России и города Петрозаводска. К сожалению, из глубины веков до нас не дошло ни одно реалистичное изображение князя. Во все времена художники изображали его согласно собственному пониманию и восприятию. Именно так появились работы Михаила Нестерова и Павла Корина. В скульптуре Александра Невского изображали разные мастера. Так, в Пскове, на горе Соколихе, находится памятник скульптора Козловского, изобразившего князя в окружении своего войска. Поистине огромное значение имела героическая память об Александре Невском в годы войны. Для советских воинов был учрежден орден Александра Невского, на котором архитектор Телятников изобразил черты актера Николая Черкасова. Выдающийся петербуржец сыграл роль князя в одноименном фильме 1938 года. Именно его внешность до сих пор воспринимается потомками, как правдоподобный образ древнерусского князя. Продолжение следует... Мы живем на отцовской земле, Внуки с ворога, славные дети, И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь далекие тысячелетия, Это поле пахали селенина сыны, Землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, Воин было немало, выпадало сыном, Землю кровью мешали, И чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, Внуки с ворога, Внуки с ворога, славные дети, И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь далекие тысячелетия, Русь далекие тысячелетия. Как давно я здесь не был, Упаду на траву, Гляну ясное небо и пойму, что живу Небо в колокол грянет Мы живем на отцовской земле Внуки сварага, славные дети И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия Мы живем на отцовской земле Наши дети, славянские дети И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия Русь